Всем привет, я Илья Бродский, я сижу с Яковом тут у себя на веранде, на мерплясе в Иерусалиме. И иногда, когда я встречаюсь с Яшей, он меня просит что-то рассказать по тому, что я делаю. Делаю я в основном тайчи. И через тайчи у меня проявляется очень много понимания для меня иудаизма. И мы с Яшей только что начали говорить о том, что в Бамидбар, когда Шватим стояли во время Мишкана, у них было определенное место. Во-первых, в середине был Мишкан, Куанем и Левием, а по периметру распорогались Шватим. Шватим распорогались по принадлежности к родам и принадлежности к направлению компаса. Одновременно мы можем сказать, что в это время расположение Шватим, расположение племен, колен вокруг Мишкана было внутри квадрата. Если вы посмотрите на диаграмму расположений Шватим и вы начертите квадрат, вы поймете, что Шватим были с четырех сторон, а вершины квадрата, если вы продолжите, они были пустыми. Одна из мыслей, которая приходит сразу, это могила Руф, которую мы читали. Мы только что читали в шаву от могилы Руф, и мы знаем, что corners, извините, я иногда буду переходить на английский, мне иногда легче. Углы в квадрате оставлялись специально для того, чтобы люди подбирали зерно. Правильно? Бедные приходили и подбирали зерно. Эта идея связана как раз с расположением квадрата вокруг Мишкана, потому что он пустой, потому что он для людей, у которых нет места вокруг Мишкана. Но не в этом даже дело. О чем мы говорим с Яшей сейчас? О том, что у каждого племени есть своя характеристика. И эта характеристика, черты характера проявляются в различных людях по-разному. Потому что мы уже все перемежались, мы не знаем, конечно, какая характеристика главная кому-нибудь племени, но хазал, мудрецы всегда будут говорить, что вот это самое главное Беньямин, вот это самое главное Гад, вот это самое главное... Мы можем найти главные характеристики, которые нам показывают. Применимый ли они для нас, это второй вопрос. Я начал рассказывать о том, что первый раз я сделал DNA, потому что я хотел быть коином. Вот хотел быть коином и все. Хотел Духан, хотел давать проход, хотел соединяться со Всевышним. Почему? Потому что коин соединяет небо и землю. Коин соединяет небо и землю и свое сердце. Через руки он тоже соединяет свой третий глаз. Когда он говорит «бе-ахава» с любовью, он открывает свое сердце. Одновременно мы на него не смотрим, мы закрываем, потому что от него должен идти огромный свет. Огромный свет Всевышнего должен идти через его руки, через его сердце, через его третий глаз, через него нижнюю чакру. Все чакры, если мы будем говорить языком чакр, языком энергетических точек на теле человека, должны быть объединены и устремлены в один треугольник. То есть, если вы возьмете треугольник из Магендавида и перевернете его, мы обычно смотрим на два треугольника, которые вместе связаны снизу и сверху. Правильно, вершина идет сверху вниз и вершина идет снизу вверх. Это земля и небо. А внутри стоит человек, который соединяет эти два треугольника. Вот если мы эти треугольники поставим плашмя, мы увидим, что как раз духанин, как раз браха, которую дают коин, идет из треугольника. И пальцы коина расположены по треугольнику. То есть, в принципе, треугольник это самая большая геометрическая фигура, которая привлекает и выдает свет Всевышнего. Поэтому я хотел быть коином. К сожалению, когда я сделал первый ДНА, и делал я немало, первый ДНА показал, что только у меня 5% коинов из Польши. Когда ДНА стало больше развито, я решил сделать еще ДНА, потому что я не остановился. Тогда ДНА показало, что у меня нифига нету. Но показало, что по папе я ухожу в Месопотамию. Если я ухожу в Месопотамию, значит, где-то в Месопотамии мой род, мои гены получили интересный урок от Всевышнего, потому что я его не забыл. То есть, мой ДНА не забыл урок от Всевышнего. Поэтому меня тянет, и меня всегда тянуло быть религиозным. То есть, в какой степени? Это уже второй вопрос. Но ходить под прикрытием Всевышнего, кипа, от слова кав, ладонь, Всевышнего нас ведет. То есть, это всегда меня тянуло. Теперь перейдем обратно на расположение Шватим вокруг Мешкана. Мы знаем, что от этого мы учим направление компаса. Правильно? Направление компаса несут различные энергии. Когда мы говорим о Кисейха Кабод, мы знаем, что Михаил стоит с правой стороны, Гавриэль стоит с левой стороны. Михаэль обозначает воду, Гавриэль обозначает огонь. Почему я это все рассказываю? Потому что сначала я это все открываю в тайчи. То есть, в тайчи я открываю соединение элементов, различные энергии. А потом я это вижу уже в иудаизме. То есть, иудаизм мне не смог это открыть. Или не было правильного подхода, или времени в этом. То есть, мне надо было пройти через какие-то другие ворота. Через какой-то другой путь для того, чтобы то, что я прохожу в тайчи от своего учителя, мне дало понятие, как это было рождено в иудаизме. И это путь в обратную сторону. Мы всегда идем к Всевышнему в обратную сторону. Мой учитель религиозный еврей, профессор археологии и евритов в Яшеве University. Но одновременно он святой человек у китайцев. Поэтому, когда я стал у него учить тайчи и медитацию, он сказал следующее, что евреи быстрее понимают другие культуры, чем свою. Поэтому через учебу тайчи, и учебу медитации, и учебу энергии, он нас вел к пониманию иудаизма. Ведь один из уроков в даоизме, в martial arts, что если ты учишь ученика, ты должен ему дать то, что он поймет в этот урок, чтобы он вышел окрыленным, что он что-то сделал. Если он не преуспел, существует большая вероятность того, что он не будет продолжать. Что у него не откроется ни сердце, ни ум, ничего. То есть учитель должен дать ученику что-то, что его откроет. И он поймет, что он сам, хотя ему это открыли, что он думает, что он сам дошел до следующей ступени. Все, для чего я дошел, это благодаря своему учительу. Когда я говорю об элементах, я могу взять пять элементов из китайской философии и применить к четырем элементам иудаизма. Я могу взять направление компаса и применить их в иудаизм. Я могу взять цвета различных чакр и увидеть эти цвета во флагах Шватим, которые стоят вокруг мешкана. Я могу понять, почему у нас есть голубая нитка в цицит. Я могу понять, как Куаним делали службу, потому что они уходили в определенные медитативные стейджи. Просто так ты не мог делать службу. Поэтому, если ты просто так делал службу, тебе давали топить пол, тебе давали убирать залу. Это тоже медитативная техника, но она только подготавливает к следующей ступени. Поэтому мой учитель всегда говорил следующее, что в археологии, по его мнению, он учился в Моше Элф Хелма. Это один из больших людей в археологическом мире. Ученик Албрайта. Если кто-то знает американских ученых археологии, это, наверное, одни из самых больших имен. Он всегда говорил, что когда мы ушли в Вавилон, мы распространили наше знание, мы распространили нашу культуру. Мы, может быть, забыли что-то, как обычно, мы все забываем, если мы не практикуем. Мы забыли, но мы дали другим народам, потому что мы торговали, мы уходили с караванами, мы видели другие народы, мы принесли наше знание других народам. И идея собирания искр — это идея собирания идей от других народов. Это для меня. Поэтому РУТ имеет прямое отношение к геометрической фигуре вокруг Мишкана. Я дал очень много разного. Мы можем продолжить в какое-то другое время. А так это просто обзорная лекция. Привет, Яша!